Это хроника происшествий. Здравствуйте. Неделя была неспокойной. ДТП, пожары, наркоторговцы и торговля людьми. Происходили и казусы. Мы расскажем о самых резонансных событиях. Будет интересно. Шокирующие ДТП в Запорожье. Из-за нарушений правил дорожного движения случаются трагедии. Подеи внесены до единого реестра досудовых расследований за ознакомой частины первой статьи 276 Криминального полиции Украины. Ловля на живца. Запорожские правоохранители выявляли представительниц древнейшей профессии. Под час чергового рейда были выявлены 18 человек, которые занимались вуличной проституцией. Запорожские копы известны на всю Украину. Наши полицейские могут не только людей успокоить, но и животных. ДТП с летальным исходом. Авария произошла 13 июня около 8 утра на перекрестке улиц Крепостной и Гоголя, недалеко от областного главка госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По словам очевидцев, водитель Шкоды ехал по второстепенной дороге и не уступил Тавре, которая ехала по главной. В результате произошел боковой удар. От него иномарка влетела в Жигули и перевернулась. Пострадало три человека. У двоих травмы легкой степени тяжести. Водитель Шкоды умер в больнице. Нашими подразделениями было оперативно произведено лечение с помощью спецоборудования пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Были достаточно тяжелые травмы, то есть человек практически был уже на грани смерти и реанимация его, так сказать, пыталась вернуть к жизни. Подея внесена до единого реестра досудових расследований за ознаками частины первой статті 276 Криминального кодексу Украины. Наразі встановляются все обставления дорожжя транспортной переводы. 12 июня вечером на проспекте 50-летия Победы в Мелитополе произошло смертельное ДТП. Столкнулись сразу три иномарки. БМВ двигался на большой скорости и выехал на встречную полосу, где врезался в «Шевроле». Затем по инерции влетел в автомобиль «Черри». В результате аварии водитель «Шевроле» погиб на месте. В больницу поступил и пассажир «Шевроле». У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и рубленные раны головы. Водитель и пассажир БМВ скрылись с места происшествия. Сбежавших полиция задержала в тот же вечер. К ликвидации последствий данного ДТП, а именно обеспечению безопасности данного происшествия, то есть это отключение аккумуляторов, смыв горючих смазочных материалов с проезжей части, убрали обломки, так скажем, привлекалась одна единица техники и пять человек личного состава. 13 июня около шести вечера на улице Стартовой. Ведущий к аэропорту Запорожья автомобиль ВАЗ-2104 на большой скорости влетел в столб. По предварительной информации водитель не справился с управлением, отчего и оказался на обочине. В результате ДТП водитель и два пассажира получили множество переломов, в том числе открытых. В ночь на 14 июня в Мелитополе Ауди вылетела на остановку и там протаранила электроопору. По имеющейся информации водитель не справился с управлением, так как не выбрал безопасную скорость движения. В результате ДТП у иномарки оторвался задний мост, который впоследствии влетел в витрину магазина. Пострадавших нет. По неофициальным данным водитель устроил на дороге гонки. Очередная авария с участием общественного транспорта. 15 июня около 8 утра на улице Черевной в Шевченковском районе столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. Маршрутка отправлялась с остановки Заводская. Стоящий впереди ЗАЗ начал разворачиваться. Удар пришелся на место водителя легковушки. Его госпитализировали с легкими телесными повреждениями. В Бердянске не разминулись Nissan X-Trail и ВАЗ-2101. ДТП произошло 15 июня около 10 вечера. По предварительной информации, внедорожник на большой скорости поднимался в гору, а копейка спускалась. В крови водителя иномарки обнаружили алкоголь. Правоохранители устанавливают причины аварии. В ДТП пострадали три человека. 16 июня главный проспект Запорожья не поделили две иномарки. ДТП произошло на перекрестке проспекта Соборного с улицей Южноукраинской. По предварительным данным, водитель одной из иномарок значительно превысил скорость. В аварии пострадала пассажир одной из машин. Ее госпитализировали с травмами средней тяжести. Авария произошла в половине 12 дня. По словам очевидцев, Тойота выезжала с проспекта Соборного и поворачивала на улицу Южноукраинскую. В то же время Субару ехал по проспекту Соборному на очень большой скорости и проехал на красный сигнал светофора. На перекрестке произошло столкновение. В результате машины выбросило на обочину. Одна из них влетела в строительное ограждение. Сейчас на месте работают полицейские и ведут следственные оперативные действия. Субару черного цвета ехала по проспекту Соборному в сторону бульвара Шевченко. Очевидцы говорят, что он ехал со скоростью 100-110 на красный свет. Есть в Тойоте жена водителя. Ее забрали в 5-ю горбольницу. Внимание! Разыскиваются очевидцы и свидетели дорожно-транспортных происшествий. Следственным отделом ГУНП в Запорожской области открыто уголовное производство по факту ДТП, которое произошло 3 июня этого года. Тогда в 9 утра в районе дома 14А по улице Яценко в Запорожье автомобиль Тойота Кэмри сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался. Для помощи следствию просьба ко всем очевидцам, а также владельцам видеоматериалов с места аварии обратиться в отдел расследования ДТП ГУНП в Запорожской области по адресу Запорожье, улица Матросова, 29, кабинет 726, либо по телефону 061-239-2470 или 239-2469. Также правоохранители просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 1 мая в Запорожье на Северном шоссе. В 23.00 водитель автомобиля Форд Транзит не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. От полученных травм мужчина умер в больнице. Просьба ко всем очевидцам обращаться в следственный отдел ГУНП в Запорожской области по адресу Город Запорожье, улица Матросова, 29, кабинет 414, либо по телефону 061-239-2366. Береженного Бог бережет или тонут те, кто не придерживается правил. С начала мая в нашем регионе на воде погибли 5 человек. Главное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области обращается к гражданам с просьбой быть осторожными и соблюдать правила безопасности поведения на водных объектах. Не допустите трагедии в ваших семьях. Помните, купаться на стихийных пляжах строго запрещено. Хорошие агрономы и химики часто становятся плохими наркодельцами. А тех, кто занимался нелегальным бизнесом, обязательно позаботятся в 7-м управлении Департамента противодействия наркопреступности. О предприимчивых наркоторговцах Запорожья и области далее в хронике происшествий. На огороде одного из жителей Вольнянского района обнаружили 70 растений опийного мака и 40 кустов конопли. В доме нашли 300 граммов марихуаны и 15 килограммов маковой соломки. По данным правоохранителей, на черном рынке такой объем наркотических средств купили бы за 350 тысяч гривен. У бердянца правоохранители изъяли около 6 литров компонентов для готовки метамфетамина, лабораторные емкости, а также другое приспособление для варки психотропов. Все изъятое находится на экспертизе. Фигурантам грозит по 12 лет тюрьмы. Запорожец с тремя подельниками организовал передвижную нарколабораторию. Роли в группе были четко распределены. Сам 35-летний организатор искал канал из быта метадона. Другой 30-летний запорожец решал финансовые вопросы. Изготавливал наркотик квалифицированный химик, 24-летний парень из Николаева, который, к слову, находился в розыске. А заказы от клиентов принимала 18-летняя девушка. Также она сообщала покупателям места закладок метадона. В неделю наркодилеры получали более 300 тысяч гривен дохода. Группировка систематически меняла место пребывания. Задержать ее удалось в Херсонской области. Во время обыска правоохранители изъяли более 2 килограммов готового наркотика, который на черном рынке стоит 3 миллиона гривен. Изъяты и 10 килограммов прекурсоров, оборудование, на котором изготавливали наркотики, банковские карты, компьютеры, телефоны и документы. Также были изъяты гранаты РГД с запалами, арсенал не зарестрированного огнестрельного оружия. В настоящий момент все изъятое направлено на экспертизу. По данным фактам открыто ряд уголовных производств по статьям 307 и 317 УК Украины. Действия статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Бердянске правоохранители обыскали дом местного жителя. У него обнаружили более полутора литров экстракционного опия и шприцы с готовой ширкой. Из изъятого можно было бы приготовить 4,5 тысячи доз ширки, что по ценам черного рынка может стоить около 450 тысяч гривен. Сейчас все изъятое направлено на экспертизу. Мужчину задержали. Как выяснилось, он был ранее судим. Контрольная закупка. В ходе очередного рейда сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали 18 представительниц древнейшей профессии. Девушек поставили на специальный учет, составили акт об административном правонарушении и оштрафовали. Отметим, штраф составил 170 гривен. В то же время за один так называемый сеанс девушки зарабатывают минимум 150. Добрый день. Добрый. Девушка, работаете? Да. А что, почем? 150-200. А 150-200 это что? Нет. 200 это? Секс. Секс. А куда едете? Ну, тут недалеко по месту. Есть куда ехать? Ну, поворотов хватает. Я понял, я понял, хорошо. А я сейчас еще вот у девушки спрашиваю. Добрый день, девушка. Что? Работаете? 150-200. А что, 150? Привет. Привет. Что вас интересует? Да, интересует, почему отдых? Ну, 150 мне, 250-300 сейчас. Хотите, можем мы вдвоем расслабить вас? Сколько человек? Двое. Двое? Ну, а куда вы хотите ехать? В сауну или как? Да, ну, думаю, ближайшую сауну. Так, під час чергового рейду были виявлены 18 осіб, которые занимались вуличной проституцией на территории города Запорежья. Вони доставлены до отделений полиции, где с каждой было проведено профилактическую беседу. Вказанные особи поставлены на соответственный облик. В отношении них складены административные протоколы за ст. 181, 1 Кодексу Украины про административное право порушения. Займание проституцией. Убийства, грабежи, мошенничества и не только. Неутешительная статистика областного главка нацполиции. Далее о преступлениях в цифрах. За период с 10 по 16 июня подразделениями Главного управления национальной полиции в Запорожской области зарегистрировано 6 880 заявлений и сообщений. За этот период в Единый реестр досудебных расследований внесено 682 сообщения с признаками уголовного правонарушения. Среди них 2 убийства, 70 фактов нанесения телесных повреждений, 1 разбойное нападение, 18 грабежей, 330 краж личного имущества граждан, 33 квартирные кражи, 65 мошенничества, 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. За неделю установлены лица, причастные к 113 ранее совершенным уголовным правонарушениям. Избиение в центре Запорожья. Подвыпившая девушка решила справить нужду под дверью киоска. Увидев это, продавщица сделала замечание, затем конфликт перерос в драку. Одна из девушек повалила женщину на землю и стала бить ее ногами. К процессу подключилась и подруга, справлявшая нужду девушки. В потасовку видели несколько десятков людей. Они вмешались и оттянули разъяренных девиц, после чего вызвали скорую и полицию. Прибыв на место, правоохранители отвезли нетрезвых девушек в отделение, а пострадавшую в пятую горбольницу. Несчастные случаи на производстве. Ну и, конечно, профессиональные заболевания. Такое случается. Далее информация от Фонда социального страхования. Отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в городе Запорожье сообщает. За период с 10 по 17 июня в отделение фонда в городе Запорожье поступило два сообщения о несчастных случаях на производстве. Казус недели. Запорожские патрульные полицейские прославились на всю страну. В очередном из рапортов значилось, что копы провели профилактическую беседу с собакой, которая громко лаяла. В ответ, цитата, она пообещала не гавкать. Как выяснилось, при составлении документа было пропущено предложение. Правда, особой смысловой нагрузки оно не несло. Запорожских правоохранителей уже прозвали доктором Дулитлом и Эйс Вентурой. Шутки по поводу того, что полицейские то ли собаку говорить научили, то ли сами быстро выучили язык зверей, до сих пор курсируют в интернете. Если вы стали жертвой мошенников, очевидцем происшествия, у вас есть доказательства преступлений или видеоматериалы, пишите главред.этс.тв5.zip.ua. Мы знаем, как вам помочь. Мы рассказали о всех событиях за неделю. Желаем вам не оказаться героями нашей программы. Живите без происшествий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...